Тебе одной комфортнее, да? Ну, блин, первый раз, конечно, как-то... Тебе надо это, разные... Разные контенты? Ты меня специально толкаешь? Нет! Всем привет! Я Поля Кей, сегодня с ума моя подруга. Привет-привет! Не, мне смешно, я не могу. Так это ж хорошо, наоборот настроим. Давай ещё раз. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, ребят! У меня сегодня пицца, у Даши... У меня бутерброды, огурцы, но у меня всё вместе... Красная рыбка, хлебушек, огурчики, у меня вода с лимоном, Даша чай. И сегодня у нас вопросы. Такие вот листочки... Их тут сколько штук-то? Шесть... Шесть... Двенадцать... Пятнадцать вопросов, мы их не знаем, их писал мой парень, и мы сейчас будем по очереди тянуть и отвечать на вопросы. Что, если ты животных? Какое у тебя есть животное дома? Если нет, то почему? Шесть... 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 У меня был кот, но я потом его отправила бабушке в дом, в деревню, там ему больше нравилось жить, то есть он и дома посидел, пошел погулял, когда захотел. А у тебя? У меня? У меня есть рыжий кот Бакс, но я люблю больше собак, но собаку в квартире, конечно. У меня есть кот, но я не люблю. Нет, но собаку в квартире проблем не держать. Ну да, но если только мелкую. Но я мелких не люблю. Давай я тебе это еще вопрос. Веришь ли ты в гороскопы? Да, я верю в гороскопы, и на самом деле замечала, что бывают такие моменты, когда действительно... Ну не то, чтобы гороскоп подсказывает, но иногда предвидит какие-то моменты. Ты прям заходишь на сайт и читаешь иногда, или как это все происходит? Ну если скучно, то да. Ну вот так, может быть, сказать, что редко читаю, может быть, раз в месяц. А у меня? Хоть и верю в них. Я не знаю, верю я в них или нет, наверное, да. Я рак по гороскопу, а ты? Козирог. Козирог. Давай, тяни. Какой твой любимый актер? Так, все. Из зарубежных мне нравится Джонни Депп. Мне тоже. Мне нравится Брэд Питт. В последнее время стал нравиться. Раньше вообще я как-то его не воспринимала. А Леонардо Дикаприо? Дикаприо стал нравиться. Короче, они мне все нравятся, и фильмы все. А, Кьяну Рихс мне нравится. Которые Джонни Диктус снимается, понял? Я все жду, когда третья часть выйдет в качестве. Я не знаю, больше будет никто. А из русских? Ну, чисто внешне? Можешь внутренне. Не знаю, мне никто не нравится из русских. Или я забыла просто, может. А тебе? Мне нравится Юрий Борисов. Это кто? Вы знаете, кто Юрий Борисов? Если узнаете, пишите комменты. Да, очень много фильмов снимался. Ну, Вот и Берет. Не трясти стол. А потом Мотыльки из последних, это Т-34. А, это где, с полицейской, из Рублевки актер? Нет, это Петров. Нет, мне из русских внешне, наверное, нравится. Но с детства мне нравился этот Хабенский. Константин. С ночного дозора. Поняла. Улицы разбитых фонарей, по-моему, там. А Рогов не нравился? А Рогов это маленький, который. На Парусенка похож? Нет? Нет. Мне еще нравится Эдвара Паттинсона, который из Сумерков. Это, наверное, не шарь, да? Почему? Знаю. Да, красивый, да? Но самый красивый твой муж, его парень, да, видите? Ну, да. Что, я тяну, да? Ну, да. Так, следующий вопрос. Сколько бы ты хотела зарабатывать? Это тебе. Ну, вот на данный момент, я думаю, что 100 тысяч в месяц было бы достаточно. На меня на одну мне бы хватило, наверное, даже тысяч тридцать. Ну, это хватило бы, а хотелось бы сколько? Сотку. Ну, хотелось бы сотку, может, даже побольше. Чтобы откладывать что-то, да, путешествовать, подъездить. Ну, да. Такое. Давай. Хотела бы ты слетать в космос? Ну, что за вопрос? Я не знаю, может, он сам хочет слетать в космос? Клеп захотел. Чтобы тебе такие вопросы тоже задали. Нет. Нет, ну, мне интересны фильмы про космос, я люблю. Очень красивые фильмы есть, последние всякие, новые. И мне про космос вообще интересно всегда в школе было. Ну, у нас не преподавали, конечно, астрономию, но астрономия. Я, кстати, много чего знаю про космос, можешь у меня спросить. Ну, чего ты знаешь? Ну, что ты много знаешь? Сколько планет в нашей системе? Я вот уже не помню. Ну, вообще раньше считалось, что 9, но сейчас, как бы, говорят, что 8. Почему так? Потому что раньше вот последняя планета считалась планетой, сейчас ее за планету не считать, потому что после нее еще сколько-то много открыто. Там не как 11 или 10. Честно, но я вот такое ссыкло, что мне было бы страшно. Ну, да. Вдруг я там умру, там, или останусь там. Мне нравится фильм «Марсианин». Ты смотрела? Нет. Посмотрела, не посмотрела, обязательно посмотрела. Там для мужика. Который полетел в космос. Они были на Марсе. Со своей экспедиции. Короче, все улетели, а вот им забыли. Он там жил год или сколько-то. Я забыла актера. А, Мэтт Дэймон. Смотрела. Это он фильм старый, да, уже? Ну, лет 5, наверное, можно. Смотрела. Я думала, может, какой-то новый. Ну, по мне, так не старый, вроде, нормально. Так. Все, я тяну или ты? Много ли ты время проводишь в интернете? Да. Я все свободное время провожу в интернете. Что ты там делаешь? Расскажи. Ну, узнаю, что для себя новое. Вконтакте, блин. Вконтакте я мало сижу. А, ну да, кстати. Я вконтакте даже, у меня бывают сообщения там висят, я потом только прочитаю. Кстати, мои сообщения там висят, а я потом, блин, уже только надо прочитать. Вообще, я не понимаю. И в инстаграме мало сижу. Я вконтакте, инстаграме. А в инстаграме я часто. Я даже в... Ну, кстати, вот, когда я заметила, когда я начала вести свой канал, я вообще намного реже стала заходить на другие, ну, на другие, короче, блогеров. В инстаграме там, на кого подписаны. Что-то мне не до этого. Я больше на своем канале. И вообще, я больше сейчас на ютюбе залипаю, чем раньше, например, для меня был инстаграм в приоритете. Не знаю, может, так у всех, кто вот начинает свое что-то вести. Да, это у всех, мне кажется. Вот, как бы. А так, ну, а я больше, наверное, в инстаграме. Ну, контакты, вон, контакты есть. Я всегда отвечаю на сообщения. Но я, если их не вижу, как я могу на них ответить? Нет, ну, если вот бывает такое, что люди заходят в онлайн, они в онлайне были, но они, блин, не... Делают, что они видят. Они не читают эти сообщения. У меня есть подруга, Алинка, кстати. Вот у нее такая фигня постоянно. Вот просто напишешь ей, она тебе только через три дня ответит, это будет уже не актуально. Я все читаю. Не могу, чтобы у меня бесело что-то. Ну, да. Вот. А ты на ютюбе залипаешь? Я на ютюбе залипаю, да. У Даши, кстати, есть свой канал. Мы, кстати, открылись. Нужно время. Ты читай, конечно. Короче, мысли у нас возникли о том, что мы хотим тоже что-то делать на ютюбе, какой-то свой канал. В одно время как-то это все совпало, мы даже не говорили. Можно даже сказать, да, мы не говорили, но мне кажется, что... Не было, короче, такого, что Даша такая, я буду открывать свой канал. Я такая, ой, я тоже хочу, или наоборот. То есть как-то у нее своя ветка, у меня вообще совсем по-другому. Знаешь, как говорят, типа, мысли витают в воздухе. Может быть, они витали вокруг нас. Может быть. Мы просто как-то не говорили, а потом совпало, что... Может быть. В общем, у Даши есть свой канал. Кик-канал с детскими мультфильмами про машинки. Это все больше для мальчика, да? Ну, короче, такая детская тема. Я оставлю ссылку в описании на Дашин канал. Да, я могу просто комментарий написать. А я все равно оставлю. Ладно. Что такого? Я хочу тебя припиарить. Блин. Различается ли вода на вкус, как думаешь? Я, да, я различаю воду на вкус. Мне, кстати, тоже. Вот именно, если даже брать в магазинную какую-то воду, она вообще вся, мне кажется, разная. Вот Шишкин лес, она сладковатая. Да, там очень мало магния, я ее не рекомендую. Да? А я ее постоянно покупаю. Лучше покупать, где больше магния. Ты что, ты мне не говорила? Ты меня не спрашивала. Там, где много магния содержится, там, особенно, если больше 50, то это хорошо для... Ну, для обменовесец, для похудения, потому что многие не худеют за то, что... Ну, вот именно этого микроэлемента. Магния. Короче, это очень... Ну, я чувствую разницу. Например, вода там есть дешевая совсем, там, да, вот в каждом, в пятерках, в дикси. Красная цена? Ну, типа красная цена первым делом. Ее можно, конечно, пить, но она какая-то... Там даже в составах, если разбираться, я как-то читала, что там вообще она не из скважин, ниоткуда какая-то. Ну, да. Очищенная, по-моему, фильтрованная вода. А если из колодцев, там, из всяких родников, то вообще она совершенно разная. Это нужно еще поискать мне родник, с которым я воду буду пить. Потому что она бывает какая-то не очень... А ты? Ну, да. Вы где воду берете чаще всего домой? На даче. В скважине в своей. Правильно? Ну, да. Я покупаю чаще всего в магазине воду. Так что да, вода отличается на вкус. Я тут хочу тоже взять. Водишь ли ты машину? Давай, рассказывай. Очень редко. Только когда за городом. Ну, провал дальше есть. Ну, да. Но по городу я не езжу. А когда ты училась-то давно? В 2014 году. А я училась в 2012. Ты вообще самая первая у нас в классе. Ну, да. Мы, кстати, одноклассницами дружим. Мы со школы. В общем, да, в 2012. У меня, короче, 18 с полностью. Самая первая получилась. Да, летом. Когда ты самая младшая. Из девчонок ты точно первая. Парни того, что ты получил. Я... Да-то пришёл. О чём мы говорили? Про машину, да? Да, мы уже закончили. Да. Я в 2012-м получила права. В 18 лет. Ездила я на годы 3-4. Потом я по аварии. Короче, теперь я не езжу за рулём. Ну, могу как бы, но не хочу. Меня возит мой парень на машине. Так вот. Тащи. Какой-то большой вопрос. Как ты любишь отдыхать? Активный или пассивный отдых? Я люблю пассивный отдых. Для меня отдых – это приехать на море, пожрать, где всё включено, и всё. И пойти на пляж, лечь, загорать, или на бассейн. Я, ну, как-то не люблю там отдых в горах, что-то ползти куда-то, куда-то идти. А ты? И то, и то. Расскажи, как ты пиццу делала. Кстати, вкусная получилась. А, пицца-то покупная. Я её не делала. Он там что-то делала. Он это пицца-цезарь, короче, с ветчиной и кремами. Покажу её поближе. Вот. Но сверху здесь перец зелёный и сыр я ещё сама положила. Перец домашний. У меня просто перца много. Я его, в принципе, люблю. Вот. Ну, ничего, такая пицца в пределах 200 рублей. Просто в духовку её соёшь на 10 минут и готова. Что-то вопрос не было. Что-то я забыла. Вопрос? Пассивный орган. Я, короче, за пассивный. Я ленивая. Я не могу ответить на этот вопрос. Ну, ты сказала, что и то, и то. Однозначно нет ответа. Ну, лучше, что ты сейчас бы выбрала? Поехать на пляж, по морю, лежать, загорать, пить коктейльчики, кушать всякие там вкусняшки, которые ты любишь. Или ползти по горам с рюкзаком 40 килограммов. Я не знаю, там, есть кашу из банки. Когда-как, да? Я, кстати, поеду на эти выходные в Карелию, да, например? Там будешь ползать. Там... Надеюсь, ты... Не, ну ты планируешь ползать хоть, нет? Хоть говори. Смешно, когда ты говоришь. Ну, я еду, получается, на базу отдыха на два дня. Ну, там домик просто на берегу Ладожского озера. Мы поедем на экскурсию на Мраморный каньон в Русский Аллах. Кто знает, тот поймет, о чем я говорю. Ну, там нет такого, что ты ползишь. Там экскурсия, там нет экстремального отдыха. Ну, как я представляю. Ты просто ходишь, там красивые виды фоткаешься, смотришь. Реки там горные, наверное, или как. Ты будешь там снимать видео, как ты думаешь? Я не знаю. Я не знаю. Вот вы мне скажите в комментариях, напишите, стоит ли мне... Я-то буду снимать. Я думаю, что стоит. Выкладывают потом этот влог про Карелию. Обзор там, может, на базу отдыха. Обзор на сам этот каньон. На второй день мы поедем в заповедник в Карельске, где животные посмотреть. Тоже мне нахвалили его. В общем, вот так. Как быстро похудеть, что можешь посоветовать? Я? Я не могу ничего даже, не знаю. Как не знаю, что ты же похудела с школьных годов. Я просто... У меня не было весов. Хочу рыбу попробовать. Ешь, конечно. У меня не было весов, и я думала, что я много вешаю, все время, видимо, за год я скинула 10 килограмм. Ну, не 10. Ну, 10 килограмм. Ну, 10 килограмм. Ну, 8. Ну, мне кажется, около десятки. Ну, может быть. Ну, ты даже не была толстая никогда, просто была такая в теле. Сочная, сочная. Такая, короче. Ну, не толстая была. Ну, я, например, думаю, что все знают, как похудеть, но никто не знает, как этими заняться. Ну, да. Это же ни для кого не секрет, ведь? Все от желания зависит. Все мы знаем, какие способы есть. Кто как худеет. Кто-то на детах на всяких дурацких сидит. Кто-то в зал ходит. Я вообще на детах теперь никогда не сидела. Кто-то, ну, я считаю, что нормальное самое, это просто правильно питаться, стараться не... Ну, это я говорю, да, сейчас. На ночь, короче, там не ездят. Ну, да. И до на ночь можно... На ночь вообще, вот, кстати, тема про то, что есть утром, в обед и на ночь, и во сколько можно есть, это полный бред. Потому что есть, например, колораж конкретный на день, например. У вас, например, он, если на дефиците, он будет, например, 1600 калорий. И не важно, когда вы хоть ее можете вечером сожрать 10 вечера. Все ездите 1600 калорий, и все. Какая разница? Я это знаю. Я читала просто очень такие хорошие статьи про эту тему. Это значит то же самое, что в математике. От суммы у меня слагаемых сумма-то не поменяется. Что ты с утра гулять съела, что ты в 9 вечера съела. Либо ты его вообще не съешь, либо ты его съешь в течение дня. Понимаешь, о чем я? Вот. Поэтому просто нужно в целом следить за питанием, за своим. Как я. Он даже следит за собой. У меня рыбка, пебушек, что-то ржаной дохлепленный. Ой. Огучек. Я хлеб, кстати, беру все время с обдирной муки. А я знаешь, Коля люблю Богородский, который без дроживого. Он тоже, по-моему, с обдирной муки, кстати. Ну, я не помню, в школу муки. Но я знаю, что он вкусный, мне он нравится очень. Ну, и спортом желательно каким-то заниматься. Ну, или хотя бы просто двигаться не дали. Ну, да, ходить, шаги какие-то выполнять там, в течение дня. Да, по дому убираться. Да. Традиционно. От этого вопроса я понимаю. Твое отношение к нетрадиционной, к пиетрадиционной сексуальной ориентации. Давай почитай. Пиетрадиционной, к нетрадиционной сексуальной ориентации. Давай отдельно по женщинам и по мужчинам. Давай, сначала по кому? Все равно. Кто тебе? Ну, по женщинам. Да я не могу так по отдельности. Или для тебя все одно? Мне пофиг. Я, то есть, как бы, ну, я... Мне неприятно представлять, как это все происходит. Там, смотреть это я точно не хочу. Там, да, какую-то... Ну, ты выполнил, короче, о чем я это. Я-то нормальная ориентация с гетеро, и мне это не понять. Но я все равно понимаю людей, что вот они такие, они такими родились. Что им сделать с собой, если вот они в душе, например, ну, вот ты понял, что ты любишь степарин, понимаешь, что ты любишь парня. Ну, короче, я не отношусь плохо к ним. Я не гомофоб. Вообще. Мне... Пусть люди живут, как хотят, у каждого свое право на свою жизнь. Они же не внимата, что вот у них так. Ну, да. Но это тоже, как бы, знаешь... Многие страдают из-за этого. Ну, это да. Мне тоже на них все равно, но я против того, чтобы это именно... Пропакантировалось. Да, чтобы реклама была, чтобы это все, знаешь, маленькие, да, дети, у них сразу они будут думать, что это уже норма. Все равно это нужно воспринимать как ненорма. Ну, спокойно. Ну, да. Ну, мне кажется, что, блин, вот мы с тобой выросли нормальной ориентации, и чтобы у тебя не закладывались детственные, что ты любишь мужчин, мужчин, как бы, да, очень нормальная ориентация. Я их люблю, то это просто заложено. Мне кажется, это никак не вырабатывается для тебя в подростковый период. Нет, это не вырабатывается, но все равно, нафига это все продвигать им. Ну, да. Ну, блин, я смотрю блогеров некоторых, которые нетрадиционной ориентации парней. Андрей Петров, ну, ты не знаешь. Женя Эванс, Владос Мирос, короче, что-то пудово кто-нибудь узнает. Они, да, они нетрадиционной ориентации, они ржачные. Вот просто я смотрю на них, они просто угарные. Нет, они точно, они этого не скрывают вообще. Они там кто-то бий, кто-то там просто гей. В общем, мне пофиг, кто как хочет, пусть так живет. That's right. Тащи. Оп. Как бороться со своими страхами? Давай я эти страхи разделю. Как бороться с моральным страхом, который у тебя в голове, и как бороться со страхом чего-то, вот там, на велике там ты будешь съездить, там, или что-то, боли какой-то, да, получить какую-то, ну, ты поняла, короче? Да. Ну, вообще, я так думаю, вот как я, например, борюсь, я думаю, что, я даже не знаю, чего ответить. Ну, тебе страшно. Ты же что-то делаешь с собой, или ты этот страх, тебе приходишь с собой переживать? Думаешь, что я не одна такая? Что я не одна такая, да? А ты как? А ты боишься чего-то физического, ну, материального? Я боюсь на самолете лететь. А, вот тебе скоро лететь. я, кстати, не летала никогда. Я тут уже стреляла видеоролики всякие. Ты еще мне нагнетаешь. Да мне нагнетает. Нагнетает. Да ты знаешь, та же женщина летала, и у нее что было? Я летела, у меня самолет носом в землю. Я тебя просто подготовлю к тому, что может быть... Что самолет может носом в землю. Да. Так я думала, что такое будет у меня. Это, я тебя готовлю к тому, что есть такая тема турбулентности. Но то, что со мной было, это вообще никак не турбулентность. Это какая-то фигня была, что такого... Даже проводники вспомнили. Это рядом выходящие? Ну да, это что-то вообще слишком было. А я так, как бы, ну, вот с моральными страхами я стараюсь просто сама с собой бороться. Ну, как-то, что вот, работать над собой. У меня начинается какая-то депрессия, или психоз, там, или что-то, какая-то тревожность, вот эта внутренняя, непонятно, с чем связана. Понимаешь, да, чем я? У меня такое было. Вот я стараюсь, как бы, ну, себя сама. Короче, мне кажется, если ты сам себя не успокоишь изнутри, ну, никто тебе не поможет. Вот что бы я тебе не говорила, когда что-то тебя парит, все равно тебе нужно самой, как бы, ну. Ну, да. Я тебя буду подбадривать, но все равно этого мало. По вопросу, да, осталось? Ну, что, давай, ты теперь тащи. Нравятся ли тебе накачанные парни? Ну, он специально тебе это адресовал, чтобы ты вытащил. Ну, может, тебе тоже. Мне-то что? Нет. Мне, я никогда не буду встречаться с жирным парнем. Ну, как бы, никогда я не воспринимала, точнее, мужчину, не смогла бы его воспринимать, если он толстый, у него там, огромный живот, или там, еще что-то. Ну, это, наверное, у всех там, да? Нет? Пофиг кому-то? Кому-то, да, но мне это не очень... Ну, кстати, и не экстремен... Ну, никогда... У меня не было такой любви к качкам, к каким-то супер... Да, супер таким рельефным парням. Мне пофиг. Ну, просто, чтобы нормальное телосложение было. Это, по-моему, вообще не самое главное. Да, конечно. Главное, какое он в целом, в общем, и внутреннее качество, и внешнее. Ну, с уродом тоже встречаться Ну, да. Вот вспомнить, например, нашу там, это все, юность там еще, это все... Ну, мне твои парни могли вообще никак не нравиться. Тебе мой вкус вообще никак. Ну, да, кстати, вообще никак. Да, то, что такие парни мне нравились, ей кажется, что это вообще какие-то смыслливые, какие-то, я не знаю, да? А тебе, что кажется? А мне казалось, что у тебя какие-то, наоборот, страшные мужики. Короче, как-то так. Так что... А, это... Мне кажется, что если вообще человек, там, парень даже, да, он, если не лентяй, так он и не будет совсем жирный, да? Если он так-то. Ну, что в твоем понимании жирный? Когда у него живот толстый, или когда он вообще такой вот? Когда вообще такой вот. Ну, да. Ну, как с таким парнем, с жирным, толстым, можно что-то делать? Давай это вырежем. Да ну тебя! Ну, толстый, что-то делать? Не, я против жирного, против жирного ничего не имею. Я сама тоже не худышка. Я не буду. Всю жизнь борюсь с лишним весом. Особенно сейчас. Особенно сейчас самая активная борьба с лишним весом. Ну что? Давай. Последняя бумажка. Ну, это точно тебе. Мне что-то с этого улетело. Что главное в семейных отношениях? Давай. Поделись с нами. Но главное в семейных отношениях на самом деле, я так считаю, вера друг в друга. В том плане, что если, допустим, у одного супруга появляется какое-то амбиции что-то сделать, то второй должен человек поддерживать и верить в него. Даже если он, на самом деле, не до конца верит. Чтобы твоя половинка чувствовала поддержку. Короче, поддержка. Да-да. Это самое главное? Ну, да. А я не знаю, у меня нету в семейных отношениях. Ну, в смысле, я еще не замужем. Да там много чего главного так-то. А так вы, кара, замужем-то, да? Не, ну так-то много чего главного может быть. Для меня главное, мне кажется, взаимопонимание, чтобы вот доверить, доверие. Если ты не доверяешь твоему партнеру, вообще ничего не получится. Да. Я вот всегда верила всем. Я так говорю, как будто мне я верю своему парню. Я его могу и ночью куда угодно отпустить, и с кем угодно отпустить. Он, например, к моей подруге Кырки вот ездил в Питер ночевал, и он жил там у нее по три дня, ему нужно было по делам, она жила в Питере. Они, хоть они там в одной кровати легли бы спать, мне пофиг вообще, я потому что знаю, что ничего не будет. Но я как-то уверена в этом. Доверие, поддержка, взаимопонимание, и чтобы вам вместе так было хорошо. Вот чтобы вы могли вместе поржать, чтобы вы могли, чтобы вы на одной волне как-то были. А если ты такая вся угарная, на приколе, там, у тебя там шуточки, да, а он вообще не понимает, о чем ты говоришь, тоже как-то, ну, как вот. Это как в дружбе, да, наверное? Так, да. Ты же не будешь дружить с человеком, с которым тебе скучно. Дружба же на этом основывается. Ну, все. В общем, ребят, вопросы у нас закончились, мы ответили на все. Я отвечала честно. Я тоже честно. Вот. Я вкусно поела. Я тоже вкусно поела. А ты пиццу пробовала, да? Да. Ой. Гороскоп потерялся. Да, можно, наверное, даже потом ну чего-нибудь сделать. просто мысль потеряла. Короче, в общем, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео, если вам понравилось, пишите комментарии, и в следующем мукбанге я уже буду одна. Ну, да. Я буду отвечать, как обычно, на вопросы из комментов с предыдущего видео. Это неурочное видео, да? Да, это бонус-видео, так что. Ну, да, бонус-видео. Вот. Я буду отвечать на вопросы с предыдущего видео про арбуз и с этого видео, которое сейчас вы посмотрели. Пишите, задавайте вопросы, пишите свое мнение, как вам наш совместный мукбанг, если вам он понравится. Но, бля, достаточное количество просмотров и лайков, мы еще, да, будем снимать. Ну, иногда, да. Почему нет? Позовешь меня? Да, позову тебя. Закатить нет. Вот. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Хорошего настроения. Пока-пока.